ДИПСИЛЬВЕР С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Поехали! Игровой стриминг захватывает умы по всей индустрии. Самым неожиданным анонсом пресс-конференции Bethesda на i3 стала технология Orion от ItSoftware. Точнее, это комплекс технологий для интеграции в движки, позволяющие ускорить обработку потоковых игр на самом низовом уровне. Там срезать пару процентов, там убрать пару миллисекунд. По капле, по капле, и вот уже требования к пропускной способности уменьшаются на 7-10 мегабит. Звучит интересно, но есть несколько потенциальных проблем. Не каждый разработчик и издатель захочет тратиться на интеграцию, хотя Bethesda уверяет, что в общем цикле разработки этот процесс не займет много времени. Кроме того, некоторые оптимизации предлагается проводить на стороне клиента. Например, рендерить картинку в облаке, отправлять ее на устройство и уже там накладывать графические фильтры вроде зернистости. А это потенциально открывает дорогу читерам. Так или иначе, сам факт подобных анонсов говорит о возрастающем интересе издателей к потоковым играм. Ведь так хочется, наконец, победить пиратство. Второй по популярности тренд — игры по подписке. Ubisoft решила подсесть к столу Microsoft и Electronic Arts и представила Uplay+. За 15 евро в месяц абоненту полагается доступ к растущей библиотеке из сотни с лишним проектов с возможностью играть в новые релизы за три дня до премьеры. И это будут полные издания, а не какие-то там огрызки. Простите, базовые версии без DLC. Uplay+, запустят 3 сентября. Всем, кто зарегистрируется до 15 августа, дадут бесплатный пробный период на 4 недели. Ссылочка в описании, если хотите глянуть. В мире Watch Dogs цифровое сопротивление набирает обороты. Ubisoft анонсировала третью часть серии. В Watch Dogs Legion мы будем вербовать в ряды Dead Sec жителей Лондона, чтобы дать отпор тотальному контролю властей. Вместо одного центрального персонажа случайные люди с улицы, каждый со своими талантами и особенностями. Ловкая девушка, боец смешанных единоборств, специалист по дроном и даже бабуля. Каждый получит шанс внести свою лепту в правое дело. Вот только в случае гибели вернуть соратника не получится. Не факт, что эта интересная задумка сможет перевесить стрельбу и вождение. Судя по роликам, они в Legion все-таки жеватные. 6 марта следующего года сможете проверить сами, когда экшен выйдет на трех основных платформах и в Google Stadia. Кому кооперативную осаду? Ну, не совсем. Новый Rainbow Six Quarantine — это все-таки отдельный шутер, но преемственность есть. Игроки в Сидж точно заметят похожие тактические приемы, гаджеты и разрушаемость на локациях. Проект предложит собрать команду из трех человек для прохождения ПВЕ-компании. Судя по тизеру, будут и знакомые оперативники. Все это когда-то в 2020-м на ПК, Xbox One и PS4. Еще французы показали спортивную аркаду Roller Champions, где можно наматывать круги по стадиону или забивать голы в ворота соперника. А лучше для победы делать и то, и другое. Само собой, все эти ролики, форму, победные анимации и прочую косметику можно будет менять. Куда мы без лутбоксов? Пробный шар скоро запустят на ПК, но в случае успеха Roller Champions наверняка заглянет и на другие платформы. Среди всех этих игр-сервисов анонс Gods and Monsters выглядел необычно. Она предложит отправиться в мультяшный мир греческой мифологии, чтобы сразиться с Тифоном и вернуть силу богам. На пути героев станут Гаргоны, Циклопы, Гарпии, Грифоны и... микроплатежи. Хотя нет, кажется в кои-то веки тут обойдется без них. Без гаргон. Убедимся 25 февраля, когда Gods and Monsters выйдет на всех четырех платформах. Что-то после таких трейлеров аж новой Зельды захотелось. У Нинтендо все схвачено, но придется подождать. На И3 японцы подтвердили факт разработки продолжения Breath of the Wild, но кроме минутного трейлера ничего больше не показали. Фанаты сразу же нашли в нем отсылки к Twilight Princess и вообще разобрали на молекулы. Правда, это не помогло выудить из Нинов хоть какие-то подробности. Остается только ждать. Скрасить ожидания поможет ремейк A Link's Awakening. Эту легенду о Зельде вновь расскажут уже 20 сентября. Симпатичное 3D вместо двухмерной графики, любопытная возможность собирать собственные подземелья из найденных кусочков и доброжелательная атмосфера прилагаются. Клубившиеся слухи о третьем Ведьмаке для Switch теперь подтвердились. Игра Тысячелетия заглянет на гибридную консоль уже в этом году. Да еще и в комплекте с двумя масштабными дополнениями и пресловутыми 16-ю DLC. Все это исполняется в разрешении 540p в портативном режиме и динамическом 720p в стационарном. Но возможность положить Геральта себе в карман никакими пикселями не измерить. После полюбовного развода People Can Fly с Epic поляки больше трех лет молча делали новый шутер. И вот они почти готовы обрушить его на наши головы. Правда, не настолько, чтобы показать геймплей. Пока только понятно, что Outriders — это кооперативное развлечение на троих в мрачном антураже суровой планеты. Создатели Bulletstorm обещают качественную шутерную часть и глубокий сюжет. Но возможность создать собственного персонажа намекает на то, что вездесущая косметика проникла и сюда. Подробности будут зимой, а релиз, если все пойдет по плану, летом. Джон Ромеро наконец-то анонсировал собственную игру. И это не карта для Первого Дума. Нет. Студия Romero Games представила Empire of Sin — стратегию про чикагских гангстеров начала 20 века. Мы возглавим преступную организацию и будем сражаться с другими ОПГ за господство в городе ветров. Все полагающиеся активности на месте — передел сфер влияния, подкуп полиции, рэкеты и перестрелки в пошаговом режиме. Тема благодарная, жанр востребованный, а как с исполнением — узнаем весной 2020-го. Гораздо раньше студия DEC-13 планирует исправить ошибки The Surge или вновь пробежаться по тем же граблям. Объявлено, что вторая часть выйдет 24 сентября. Пожалуйста, сохраните свою интересную боевую систему и сделайте самобытный ролевой экшен, а не тащите, что попало из Souls просто потому что. Есть ведь потенциал для превращения неплохой игры в отличную. Мы в вас верим, ребята. Тремя неделями ранее, 3 сентября, создатель XCOM Джулиан Голов выпустит Phoenix Point. Вы и так знаете, что уши прославленной серии здесь торчат отовсюду. Да и про скандал с переездом в магазин Epic Games мы тоже рассказывали, поэтому не будем повторяться. Помните впечатляющий уровень с перемещениями во времени во второй Dishonored? Маленькие независимые студии Dreams Uncorporate и SIG решили построить на этом целую игру. В Крис Тейлз мы можем заглядывать в прошлое и менять будущее. Это не только обыгрывается визуально, но и применяется в игровом процессе. Предстоит принимать решения и видеть их последствия, а также использовать временную магию в пошаговых битвах. Прохождение, по словам авторов, займет больше двух десятков часов. Выглядит Крис Тейлз фантастически. Жаль, точной даты релиза пока нет. Но что для нас время, тем более если уже сейчас в Steam можно поиграть в демо-версию. Давайте закончим с новостями на веселой ноте. Valve анонсировала новую игру под названием Dota Underlords. Что в этом веселого? А то, что сначала вентили попытались купить создателей Auto Chess, а когда не вышло, они выкатили собственную версию дико популярного мода для Dota 2. И вдобавок сделали это позже Riot Games, которая представила аналогичное развлечение в рамках своей League of Legends буквально на несколько дней раньше. Можно мы не будем комментировать. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Gearbox перебросила мостик между второй и третьей Borderlands с помощью дополнения «Командир Лилит» и «Битва за убежище». Бесплатная DLC уже доступна. Если ваши сейвы где-то затерялись, то можно создать подходящего персонажа и сразу приступить к прохождению, в том числе в кооперативе. Завтра создатель Castlevania Кодзи Игараси наконец выпустит Bloodstained Ritual of the Night. Надеемся, многочисленные переносы пошли ожидаемой метроидвании на пользу. Но пользователям Nintendo Switch придется подождать еще недельку. А где-то на этой неделе выйдет экшн с видом сбоку «My Friend Pedro». Две ключевые особенности — замедление времени и банан, который с испанским акцентом нашептывает всякое на ухо главному герою. А может, он уже вышел, пока мы делали выпуск. Эти желтые плоды непредсказуемы. В четверг стратегия Steel Division 2 предложит поучаствовать в операции «Багратион». Одной из крупнейших военных операций в истории человечества, в ходе которой советские войска нанесли тяжелейший удар вермахту. Размах обещают соответствующий. Свыше 600 различных юнитов, 25 полей сражений, уйму режимов и достойную графику. Если хотите что-то более легковесное, то обратите внимание на два других релиза четверга. Ностальгическое попури из игр разных жанров под названием «1980X» и ремастер гоночной аркады Crash Team Racing. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, на нашем канале вы сможете найти интересные ролики и дневники разработчиков на русском языке. В этот раз мы перевели интервью с Киану Ривзом, в котором восхитительный рассказывает о своей работе над Cyberpunk 2077. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы писали о самых ярких играх E3 2019 и пробовали Diablo-заменитель Warhammer Chaosbane. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok